Они разделили мусульманские страны между собой. Нашим колонизатором стала Россия. Мы стали рабами самого отсталого народа Европы. Нам даже захватчик достался не самый достойный. У них не было своей уникальной идеи. Если провести параллель с идеями ислама, то она полностью отсутствовала. Процесс развития начался, когда они начали отходить от религии, поскольку в их религии не было призыва к изучению наук. А в исламе, наоборот, когда полностью и правильно исповедовали ислам, наука и техника были очень развиты. Академик Бартольд, русский еврей, говорил, Россия на примере Туркестана впервые завоевала нацию, которая в культурном и историческом отношении превосходит ее. Только когда следующее поколение будет воспринимать свою историю так, как это выгодно нам, мы сможем полностью завладеть ими. И до сих пор наши историки опираются на труды этих ученых. Царская Россия не победила людей. Она захватила земли силой, оружием. Это естественно. Кто сильнее, тот и побеждает. Для того, чтобы полностью подчинить людей и превратить их в рабов, необходимо было внедрить свою идеологию. Если у них нет своей сильной идеологии, они должны были сломать эту идеологию. Их идеология не могла быть лучше нашей. Нужно воспитать их недомусульманами, недохристианами, недорусскими. Они могут быть вежливыми с нами, но в политическом плане они применили этот метод. Недохристиане. Празднуем Рождество, говорим это Новый год. Оправдываемся тем самым. Если ребенку исполняется 12 лет, мы, как они, на торт ставим 12 свечей, зажигаем и задуваем. Существует множество подобных примеров, особенно в образовании. Они подчинили всех, но не учли одну вещь. Мы создаем планы, но все происходит по воле Аллаха. Они могут создавать тысячи планов, но если хотя бы один человек останется мусульманином, то со временем народ обязательно поверит в свои силы и вернется к своей идеологии. На нашей прошлой встрече мы обсуждали ситуацию, в которую попала наша страна, и рассмотрели ее издалека, заглянув в историю. Для понимания нашего общества, людей, их поведения и духовного состояния, необходимо знать наше историческое прошлое, которое может помочь в этом. Мы прошли через различные этапы и пришли к текущему положению различными путями. Мы уже обсуждали ранее, что начиная с 12 века в исламском мире начался спад, и мы стремительно начали отставать в развитии. Последние 500-600 лет наблюдается стремительное снижение темпов развития. Это одна из причин нашего положения, но не главное. Мы знаем из истории о монгольском нашествии, монголы были народом, не исповедующим никакой религии. Если у них и была какая-то религия, то это был шаманизм, либо буддизм. Можно утверждать, что нашествие монголов нанесло существенный удар по развитию исламского прогресса. С того времени, как монголы начали захватывать страны, начался спад развития, поскольку достижения эпохи ислама были уничтожены. Происходили страшные события. Здания разрушались, книги сжигались, людей охватил страх, вероубеждение людей сильно пострадало. Монголы смогли покорить практически больше половины мусульманских стран, где был распространен ислам. После этого начался период упадка, который можно сравнить с ситуацией, когда нужно восстанавливать обрушенное здание в первоначальном виде. Удалось ли это сделать, известно только Аллаху. Я поднял эту тему, чтобы рассмотреть ту мощную силу, которая агрессивно напала, оставляя разрушение на своем пути. У этой силы не было своей уникальной идеи и идеологии. Если провести параллель с идеями исламя, то можно утверждать, что у них полностью отсутствовала идея. Мавира Нахар и земли Туркестана оказались под властью монголов, которые передавали правление по наследству. После того, как прошло одно поколение монголов, второе поколение проиграло мусульманам в идеологическом плане. Я хочу подчеркнуть, что несмотря на идеологическое поражение, они в конечном итоге оказались в выигрышном положении, так как в итоге они приняли ислам. Однажды я прочитал статью, в которой, мне кажется, написал шейх Мухаммад Соддых. В этой статье я узнал о том, что принятие ислама монголами стало уникальным случаем в истории. Это был момент, когда победившая нация приняла религию побежденной нации. Это произошло потому, что несмотря на то, что мы были побеждены, у нас была сильная идея и цели, которым монголы не смогли противопоставить что-либо. В результате монголы начали принимать ислам. Требовалось много усилий и труда, чтобы восстановить страну в ее первоначальном виде, после того, как она была сильно разрушена монголами. Это страшное нападение монголов оставило свой негативный след в исламе и привело к упадку в развитии мусульман. Страх перед монголами, который сохранялся на протяжении 100 лет, оставил неизгладимый след в сердцах людей. Спустя некоторое время монголы приняли ислам и государства снова перешли в руки мусульман, обрели независимость и самостоятельность. Однако, несмотря на это, мы не стали такими же, как прежде. Мы потеряли многое из нашей идеологии и идеи. И из-за этого начался спад, и мы постепенно двигаемся назад. Позже практически все мусульманские страны во второй раз потерпели поражение, на этот раз от запада. Если монголы напали с востока, то в этот раз на мусульман напали с запада. Западные колонизаторы превзошли мусульман в области современных наук. Их вооружение было намного превосходящим. Они достигли значительных успехов и были высокоразвитыми. Впоследствии они начали вторжение в мусульманские страны. Мы обобщаем их под одним термином — Запад, хотя там присутствует множество наций и государств. Они разделили мусульманские страны между собой. Нашим колонизатором стала Россия. По этому поводу Абдулла Кахор высказал одну шутку, которую позже перефразировал наш поэт Анвар Абиджон. Да простит Аллах его грехи. Они поделились такой шуткой. Посмотрите, какие мы неудачники. Нам даже захватчик достался не самый достойный. То есть нас захватила Россия, самый отсталый западный колонизатор. Но более развитый и сильный, чем мы. Мы проиграли не из-за сильной западной идеологии. Ведь их идеология была неверной. Эти нации были христианами и приняли христианство до появления ислама. Однако они не полностью следовали своей религии, которая со временем испортилась. Несмотря на то, что они называли себя христианами, их вероучение было неверным. И основные принципы их религии были искажены. В результате они оказались не на правильном пути. Те, кто не следует правильному пути, у них может быть испорчено поведение, испорченное повнимание человеческих ценностей, испорченные цели и идеи. И они действительно были испорченными. Если бы они верно следовали руководству Всевышнего, они бы никогда не стали вести войны и захватывать земли тех, кто действительно соблюдает религию Всевышнего. Алчность и стремление жить за счет других стали основой их менталитета. Это произошло из-за отказа от религиозных принципов. Иногда у мусульман и нашей молодежи возникают вопросы. Если наша религия находится на правильном пути, а их религия нет, то почему они развиты, а мы нет? Наши духовные учителя подтверждают, что Европа действительно достигла высокого уровня развития, чем мы. Этот процесс начался, когда они начали отходить от религии, поскольку в их религиозных учениях не было призыва к образованию и приобретению знаний. В течение столетий их строгая и искаженная религия препятствовала развитию технических наук. Философия и религия вступали в конфликт с мирскими науками, преграждая им путь. Однако в 17 веке наука и прогресс одержали победу над религией. Они отодвинули религию на задний план, удалив ее в отдаленные церкви и создали республики, как это произошло во время Великой Французской революции. После этого сторонники научного прогресса пришли к власти, и с уменьшением влияния религии начался период активного развития науки и технологий. В те времена, когда власть принадлежала церкви, ученые, занимающиеся науками, подвергались жестоким издевательствам и пыткам, которые назывались инквизицией. Церковь не допускала даже малейшей свободы мысли, а в исламе, наоборот, когда полностью и правильно исповедовали ислам, наука и техника были очень развитыми. Взгляните на это расхождение идей. В этом наше отличие от них. Спад в развитии мусульман, который мы наблюдаем на протяжении 800 лет, последних 800 лет, связан с тем, что мы либо не полностью исповедуем ислам, либо неправильно понимаем указания нашей религии. Со времен нашего пророка до Золотого века ислама мусульмане тщательно следовали основам своей религии. Это привело к расцвету технических и многих научных открытий, которые были сделаны мусульманскими учеными. Их идеология не могла быть лучше нашей. Наши поражения не связаны с тем, что наша идеология была слабее. Мы проиграли из-за того, что отказались от богатств этого мира. Общество, которому было предписано стремиться к благам как этой жизни, Дунии, так и следующей жизни, Ахират, стало следовать только одному пути, пути достижения благ следующей вечной жизни. Мы забыли о науке и научном прогрессе, что привело к нашему поражению. Когда мы говорим о нашей идеологии, важно учесть ее происхождение, где находятся ее корни, нравится это вам или нет, но у нас, в мусульманском мире, есть национальная идеология и национальная идея. Я использую слово «национальная», которое можно интерпретировать как относящееся к мусульманской нации или в более узком смысле. Необходимо обратить внимание на первоначальный источник, который поддерживает нашу идеологию, ее основу и оценить ее на основе этого. Как известно, Россия захватила Туркестан. Но что именно захватила царская Россия после этого? За счет чего она это сделала? Во-первых, за счет своей силы, как мы уже упоминали, потому что она была более развитой. Во-вторых, она захватила наши земли, нашу территорию. Но тогда они еще не победили наших людей, потому что в душе и мыслях у них была правильная идеология. Они не победили людей, они захватили земли силой, оружием. Это возможно и естественно. Кто сильнее, тот и побеждает. Страну полностью завладеют только тогда, когда завладеют сердцами ее людей. Пока сердца людей не подчинены, страну завладеть невозможно. Если бы захватчики не завладели сердцами людей, то уже через одно поколение они были бы свергнуты следующим поколением. Множество примеров таких событий можно найти в недавней истории. Поскольку мы затронули тему национальной идеологии, нам важно знать, царская Россия, подобно англичанам и другим колониальным властителям, внимательно изучала страны, которые намеревалось захватить. Для того, чтобы полностью подчинить страну и использовать ее население как рабов, необходимо было внедрить свою идеологию. В случае отсутствия у захватчика собственной, более мощной идеологии, они были вынуждены разрушать идеологию стран, которые они завоевывали. Пока они не сломают существующую идеологию и не предложат более сильную, они не смогут полностью подчинить их. Я вам приведу пару примеров, как это делается. Как мы знаем, завоевание страны это военные действия, осуществляемые завоевателем с помощью своей армии. Однако нужно знать, что до военного завоевания территории оккупанты посылали ученых, купцов и так далее для разведки и изучения страны. Если их всех обобщить, то можно назвать их миссионерами. Миссионеры приходили одновременно с армией во время захвата. И независимо от того, где они захватили территорию, они сразу же вступали в контакт с местным населением и занимались идеологической деятельностью и мыслями людей. Миссионерам приходилось искать ответ на вопрос, каким способом можно использовать население в качестве рабов. На нашей прошлой беседе мы немного затронули эту тему. Миссионеры, прибывшие в нашу страну, были под руководством Остраумова. Он основал типографии и редакции газет, представляя это как стремление к повышению уровня культуры. Однако, на самом деле, цель миссионеров заключалась в изменении идеологии нации. Перед ними стояли вопросы, что делать после того, как мы захватили их, нужно ли русифицировать местный народ, превратить их в христиан или оставить их мусульманами. Остраумов, который учился в Казанской Духовной Академии, был учеником профессора Ильминского. Ильминский обладал значительным опытом миссионерской работы, так как долгое время проживал и работал профессором в Татарстане, который тоже был мусульманской страной. Ильминский обладал ценными знаниями о том, как завоевать доверие жителей недавно присоединенного Туркестана. Остраумов обратился за советом к Ильминскому, написав ему письмо. В письме он задал три вопроса. Нужно ли русифицировать их, превратить в христиан или оставить мусульманами? Ильминский, обладая глубокими знаниями нашей исторической культуры, посоветовал не принимать ни одну из этих предложенных стратегий. Он объяснил, что русификация может привести к тому, что освоив русский язык и нашу культуру, они смогут противостоять нам и выгнать нас с их земель. Обращение их в христианство сделает их нашими братьями по вере. А мы пришли сюда не чтобы превратить их в единоверцев, а чтобы превратить их в рабов. Оставить их мусульманами также нежелательно, так как это не сделает их рабами. Поэтому он предложил воспитать их так, чтобы они были недомусульманами, недохристианами, недорусскими. Это крайне важный момент, который необходимо неоднократно подчеркивать, поскольку он является фундаментальной основой для понимания, как мы стали порабощенным народом. Наша нация, великая и могучая в прошлом, распространяла знания по всему миру, основывала империи и просвещала людей. Как могло случиться, что такое общество и такая нация стали подчиняться даже самому отсталому европейскому колонизатору? Вот где лежит ключ к пониманию. Что я хочу сказать? Колонизаторы могут быть вежливыми и обращаться хорошо с нами, но в политическом плане они применили метод, который сделал нас недомусульманами, недорусскими, немного внедрив культуру язык и недохристианами. При этом они вводят в культуру народа свои различные традиции, обычаи и праздники, которые становятся частью культуры нашего народа. Яд проникает каплей за каплей и последствия будут неблагоприятными. Нужно немедленно удалять яд с первой каплей. Сегодня мы делаем все то же, что делают и русские. Празднуем Рождество, говорим Новый Год, оправдываем это тем, что это праздник веселья, но нет, нельзя оправдывать это ничем. Сегодня они празднуют дни рождения, и мы начинаем повторять за ними. Если ребенку исполняется 12 лет, мы как они на торт ставим 12 свечей, зажигаем и задуваем. Существует множество подобных примеров, особенно в области образования, где многое проникло к нам от них. Царская империя рухнула, и на ее место пришли большевики, но основная колонизаторская идеология не изменилась. Задача покорения населения не утратила своей значимости. Однажды наш великий поэт, покойный Джамол Камол, в 1987 или 88 году рассказал мне о том, что он вычитал следующее. Академик Бартольд, который был выдающимся ученым в области восточной истории и работал в Институте Востоковедия Санкт-Петербурга, провел тщательное изучение наших краев. Вместе с Бартольдом наши края также изучал Бертельс, другой выдающийся ученый в области восточной литературы и духовности. Оба они были русскими евреями, и до сих пор наши историки опираются на труды этих ученых. В 1910 году еще до Октябрьской революции 1917 года в России во времена русского императора академику Бартольду был задан вопрос о результатах достигнутых русскими колонизаторами после захвата Туркестана. Учитывая, что с момента начала завоевания Туркестана в 1865-70-х годах прошло 40 лет, интересовали итоги этого периода. Бартольд провел анализ и исследование, после чего представил императору отчет в императорском дворце. В отчете было указано 10 пунктов, которые, по его мнению, следовало выполнить в дальнейшем, чтобы полностью покорить население Туркестана. Академик Бартольд начал свое выступление со слов «Россия на примере Туркестана впервые завоевала нацию, которая в культурном и историческом отношении превосходит ее. Он подчеркнул, что будет нелегко превратить эту нацию в рабов. Мы завоевали их земли, починить их себе, нам нужно изучить их историю и переписать ее. Далее нам следует обучить их измененной истории, толкуя и объясняя историю таким образом, чтобы у людей возникло заблуждение относительно величия и мощи своего народа. Затем нам нужно вырастить среди них ученых-историков, которые будут преподавать эту переписанную версию истории следующему поколению. Только тогда следующее поколение будет воспринимать свою историю так, как это выгодно нам. Мы сможем полностью овладеть ими. Если учесть, что они захватили наши земли в 1860-70-х годах, то только к 1950-м годам они смогли полностью подчинить и завладеть нами. До этого момента наша душа все еще была живой. Почему коммунисты избавились от джадидов? Значит, в те времена существовали образованные ученые, как в технических, так и в религиозных науках, которые коммунисты уничтожили. С какой целью они это сделали? Потому что у этих ученых сохранилась прежняя душа. Коммунисты планировали, что со временем, со сменой поколений, население последует за ними. Однако, поняв, что они не добьются этого, они решили полностью истребить джадидов. Поэтому первое массовое убийство произошло в 1922 году, когда началась первая волна репрессий. Позже, в 1929 году, был проведен общий арест, в ходе которого ученые и духовные учителя были расстреляны. Наконец, в 1937-38 годах все ученики этих учителей были убиты. После этого народ был поставлен на колени. Народ остался без своих лидеров. Тем самым, коммунисты не оставили людям веру в свою идеологию, в свои мысли и силы. Они починили всех, но не учли одну вещь. Мы создаем планы, но все происходит по воле Аллаха. Они могут создавать тысячи планов, но если хотя бы один человек останется мусульманином, то со временем народ обязательно поверит в свои силы и вернется к своей идеологии. Редактор Корректор Анастасия Субтитры создавал DimaTorzok